ЖИВАЯ СТУНА ЖИВАЯ СТУНА ЖИВАЯ СТУНА ЖИВАЯ СТУНА Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо, душевно, разумеется, под музыку, под живую музыку. Кстати, музыка сегодня самая, что на есть, живая. Почему? Попозже скажу, а пока я приветствую Юлию Степанову сегодня, она мне помогает. И впервые на ЖИВАЙ СТУНА Здравствуй, Ксения. Привет. Ну, а я думала, ты прям подхватишь меня. Я что-то... Ну, ладно, да, извини. Сегодня пятница. Погодные дела и пятница, да. Сегодня впервые на ЖИВАЙ СТУНА будем знакомиться, может быть, кому-то из слушателей радиошансона по YouTube-историям. Там знаком этот человек. Мне нет, и мне это очень приятно. Я сейчас только на саундчике услышала. Там вечер обещают быть томным, с рок-н-ролльным уклоном. Это прекрасно. Встречайте, друзья. У нас сегодня Ефимыч. Привет. Привет. Привет, Ксения. Да, ну, насколько я знаю, вообще Олег. Да, вообще Олег. И вообще Евгеньевич. Евгеньевич. А чё Ефимыч-то? Ну, это давняя история. Мне казалось, что так будет поироничнее как-то. Нет, ну, просто... Я, естественно, поняла. Я думаю, Ефимыч вряд ли молодой. Потому что молодой вряд ли себя назовет Ефимыч. Думаю, наверное, с бэкграундом. Наверное, где-то мой ровесник. Нормально, хорошо. Наверное, какое-то такое мое поколение. Интересно, по отчеству или как-то еще. А тут я услышала. Олег Евгеньевич, возьмите, пожалуйста, еще вот эту ноточку. Я думаю, так, а Ефимыч что? Тут рядом еще сын есть. Владислав, да? Я правильно говорю? Да. Олегович. Владислав Олегович. Олег Евгеньевич. Ксения Юрьевна. Юлия. Леонидовна. Леонидовна. Вот на таком уровне мы сегодня будем... Не-не-не, погоди. Тут для начала вполне достаточно. Радио для взрослых, понимаете. Две гитары, акустические, еще какие-то там есть плюшки тоже. Но сегодня акустический будет концерт. Хорошо, если не хотите, Олег, рассказывать... Нет, почему? Я давайте только кратенько тогда расскажу. Я много раз, на самом деле, это рассказываю. Понятно, но здесь-то вы впервые... Как нас учили? Настоящие монстры шоу-бизнеса в свое время, 30 лет назад. Каждый зритель, каждый слушатель, он единственный. И с каждым выходом в эфир новый. И поэтому надо повторять все, повторять. Учение мать. Здесь сегодня вполне возможно, что... Вот я, например, буду это слышать впервые. Почему Ефимович? Скажите мне, чтобы сразу вопрос ушел. В свое время я получал удостоверение тракториста. И мне там по ошибке вместо Евгеньевича написали Ефимович. А, ну все. Поэтому я когда придумывал проект, то мне показалось, что это так иронично получится, самое иронично, и что это самое то. Да. Вот, а потом, когда уже... И шутка вот эта за 300, да? Что когда получал удостоверение тракториста. Это же такая вот... Вообще, это вообще просто юморной вечерок у нас начинает. Ну да, но понимаете, в чем проблема? В том, что меня начали называть Олег Ефимович, Олег Ефимович. И я понял, что вообще-то это... Не надо, значит, может, это судьба. Да, но по отношению к папе это как-то, в общем-то, нехорошо. И поэтому я везде, каждый раз, когда мы выкладываем новые песни, теперь пишу Олег Евгеньевич, Олег Евгеньевич, Олег Евгеньевич. Чтобы папа не обижался. Олег, хочу сказать, что, значит, для тех специально, кто не только нас может слушать, но и смотреть, я испытываю какое-то гаммо. Чувство невероятное, потому что, когда я вас увидела... Вы знаете, как бывает, друзья, когда вот все букеты из всех лучших друзей, людей, сочетаются какими-то неуловимыми. Я сейчас чисто о внешности. То есть просто от Алексея Ивашенко из Иваси, ну, понятно, Алексей Ивашенко, автор и исполнитель, до Алексея Гуськова, прекрасного артиста. Вот это вот все, и плюс еще неуловимые какие-то черты моих личных знакомых, которые, конечно, там не знают ничего. И поэтому у меня ощущение, что мы знакомы уже 150 лет. А я еще заметила саратовские корни и тоже подпрыгнула, потому что мы тоже с тех же берегов. Да, там с собой всегда носят мешочек саратовской землицы. Абсолютно. Всегда в переднем кармане джинсы. Всегда готова поделиться, да. Ну, все, поехали. У нас будет концерт. Так вот, три слова, а потом будем как-то по мере общения познавать, постигать друг друга. Поехали. Да, хорошо. Ну, первая песенка будет ноябрь. Ну, сейчас же ноябрь, правильно. Что реально, что реально. И московский, к тому же. Да. В московском унылом погребе ноябре В сером, будто бы полуживом свете Мерцающем на закате и на заре Давай с тобой вдвоем погрустим о лете Поставим на стол печенье, заварим чай Зажжем огонь и станем смотреть часами Как он горит, но музыку не включай Лучше давай негромко споем сами Я про несбывшиеся мечты И про места, где не был А ты про пальчик, про цветы И голубое небо Возможно, скоро день полетит за днем И каждый окажется силой и ничем не славен И ни об одном мы не вспомним И не вздохнем Но этот в каком-то смысле себе оставим Там, где не сбывшиеся мечты И лента все о непростом Там, где бабочки и цветы Найдется ему место И еще раз добрый вечер Если вы только что к нам присоединились В гостях Олег Шаранданов Правильно я говорю? Правильно Владислав Сын Олега Все это называется Ефимыч Я так понимаю, что Ефимыч Это не вы конкретно, Олег Это как... У меня вообще здесь написано Вот мне редактор подготовила Она сказала, что это как проект Или как группа, да? Ну да, да Это переросло в проект Но я почему это предпочитаю сейчас называть проектом? Потому что сейчас еще и книжка должна выйти в стихах К этой книжке должен выйти цикл песен И как бы это получается и литературный, и музыкальный Такой вот как-то... Ну это можно же обалдеть Достаточно большое Известность пришла к группе, написанной у меня В 15-м, 2015-2016 год Это же черт знает когда Вы же уже прям... Мне кажется, еще в то время так и Ютуб не был, ну я не знаю, раскручен Вы же Ютуб-герой-то Ну да Последний романтик на Ютубе, когда вас называют Ну почти, я не знаю, откуда это взялось Ну во-первых, не последний Во-вторых, по-моему, не очень романтик на самом деле Не, ну и точно не последний, это вот я в этом просто глубоко убежден Ну, насколько я поняла, лучшие традиции авторской песни С элементами какого-то там, чего-то такого традиционного Из 70-х, 80-х рок-н-ролла нашего, да, отечественного Вот такое вот все Ну, насколько я услышала, пока вы настраивались, пока вы репетировали Да, да, все верно Хотя, когда вот говорят про 15-16 год То это, наверное, имеется в виду песню как раз на стихи Есенина Которую не отнесешь ни к тому, ни к тому А, ну хотя авторской песни, наверное, в каком смысле это можно считать же, да? Ну да, ну да, нет, но в принципе, если музыку вы написали Да То, в общем-то, считается авторство по... Ну да, она просто стала вирусная Она там набрала что-то сейчас 31 миллион уже То есть где-то там 5, где-то 7, где-то 8 Она вот так бродит везде Я нашему Сергею, не побоюсь этого слова, Есенину Вот вы, Олег, проснулись с нами С знаменитым на ютубе А так, кроме Есенинской песни, все остальные, это вам принадлежат? Песни? Или вы только музыку пишете? Нет, почему? Все тексты мои Я просто люблю еще очень тексты, ну тексты, стихи в переводах Ну там, Химонесса, вот мы делали Я уйду, а птица будет петь, как пела И будет сад, и дерево в саду Умывает меня, Ефимыч, умывает, умывает Слушаем следующее Чемящие сумерки позднего лета Да, судьба, следующая песня Так, про судьбу очень коротко можно проснуть, да? Дело в том, что здесь почему надо что-то сказать Потому как в свое время я очень много читал Кастанед Прямо у меня был такой период какой-то нездоровый в этом смысле У всех, мне кажется, он был Да, да, и вот я его когда переживал, я там наткнулся на один такой абзац Где, может быть, вы помните тогда Кастанеда рассказывает Дону Хуану о том, что вот Везли двух котов в ветеринарку, хотели их усыпить Один там царапался, брыкался, сбежал, а второй Мирно сидел, и его в конце концов усыпили Вот, и Кастанед был уверен, что Ну, самый крутой, понятное дело, первый кот Который там сбежал и все такое прочее Вот Ничего не меняется сейчас, вы понимаете, да? Не, ну тут Дон Хуан ему сказал, а ты знаешь, мне больше понравился второй кот Вот, он сказал, а почему? Он очень удивился, он говорит, ну потому что он сумел принять свою судьбу Вот, и я тогда подумал, что, наверное, иногда нужно гораздо больше мужества Я буду фокалистом Да, чтобы принять свою судьбу и мужество, и мудрость Ну, в общем, на самом деле, эта песня, она отчасти цитатник такой, кастанедовский Вот, наверное, это надо сказать Надо, надо, надо Ну, сказали, все, судьба Мне время давно, говорит, постой Тебя совсем достал золотой Все время глотающий ован или баран А я говорю, да я тоже за Я тоже улопни мои глаза Не вижу еще, но чувствую, что баран С утра праная мои три гладка Китайского мутного кипятка Намного полезней, чем пепси, кола и ром Я к этому делу почти привык Но, кажется, это тоже тупик Я точно не знаю, но чувствую все утром Легкие двигают, как поршня Сначала в меня, потом из меня Воздух отечества, пахнущий, как миндаль Душа становится, как броня Из черного, белого и огня Она еще здесь, но смотрит куда-то вдаль Земля под ногами гремит, как жизнь Глаза мои видят не то, что есть А то, что можно сделать или сломать И я ушел бы, но дело в том, что Где бы я не построил дом Он все равно получается, как тюрьма И как уверяет моя душа Я должен сделать какой-то шаг Причем она сама не знает какой Я должен пойти за своей судьбой И все случится само собой А после сказать goodbye и махнуть рукой Легкие двигают, как поршня Сначала в меня, потом из меня Воздух отечества, пахнущий, как миндаль Душа становится, как броня Из черного, белого и огня Она еще здесь, но смотрит куда-то вдаль Земля под ногами гремит, как жесть Глаза мои видят не то, что есть А то, что можно сделать или сломать И я ушел бы, но дело в том, что Где бы я не построил дом Он все равно получается, как тюрьма Ну вот сразу видно, какого поколения человек На чем воспитывался Что слушал Ну конечно хорошо Я считаю, что это абсолютно нормально Что мы же вот то, что в школе там проходим Что у нас откладывается Мы же потом применяем эти знания, правильно? А не думаем, не изобретаем сами велосипед Зачем? Ну просто умеем на нем ездить кто как А кто-то и так и не научился, например Ну это я не о себе вообще Ефимыч у нас сегодня в живой струне Если вы только что к нам присоединились Сейчас мы прервемся буквально на несколько секунд А потом, когда я махну крылом И сделаю так Тогда будет песня-танец Живая струна Живая струна Я слышу голос ночи Я вижу свет неземной Когда мерцанье свечи Она танцует со мной И мне ее не удержать Но в этот прекрасный миг Те будут дрожать И покидать мир Скоро подкрики, что жизнь борьба А путь к вершинам Наша судьба Земля Сотрет нас, как пыль и солба И полетит вдаль Останутся реки, поля, цветы Дельфины, гусеницы, коты Хотел бы добавить и я, и ты Но не могу, а жаль Мы движемся в полутьме В окутавшей мир зиме И тени над нами кружат Как дикое племя И я не хочу знать Совсем не хочу знать Что, что Сделает с тобой время Музыка Музыка Помtin В контакте Сделало Спасибо за просмотр! Видимо от того, что Слет Скоро под крики, что жизнь борьба А путь к вершинам, наша судьба, земля Сотрет нас, как пыль за лба И полетит вдаль Останутся реки, поля, цветы Дельфины, гусеницы, коты Хотел бы добавить и я, и ты Но не могу, а жаль Впервые на радио Шансон, в частности, в программе «Живая струна» Ефимыч, если вы только что к нам присоединились, добро пожаловать Ну, Олег, тем не менее, вернемся к токтористу Я к тому, что всегда музыка была Или что-то был какой-то вот поворот Шла себе жизнь Вы же взрослый человек Какой-то бэкграунд Шла себе жизнь Вдруг что-то случилось И вы решили Да ну и нафиг, что жизнь Будет у меня новая Ну или как? Ну, музыка была всегда Просто не всегда была возможность Ей заниматься И... Ну, вы, наверное, в курсе, что на музыке Трудно заработать денег Достаточно Я скажу больше И на радио тоже это очень сложно сделать Вот Здорово Там еще, в Саратове? Нет, в Волгограде В Саратове я только родился А-а-а У меня родители энергетика Поэтому мы как военные ездили Один город, второй, третий, четвертый Так это Саратов Ну, Волга, Волга, Волга В Саратове Да, да Матушка Волга Нет, у нас там еще и Дон недалеко Вот там, где мы сейчас А вы сейчас не переехали в Москву Вы, собственно, там где-то и живете сейчас Или как? Ну, половину как-то получилось Но поскольку у нас там... Ну, половина, то есть здесь не целиком Ефимыч Здесь какая-то часть А часть где-то на Дону? Нет То туда, то сюда Но вообще-то больше в последнее время Все-таки опять там Потому что там у нас дом на берегу речки Там мансарда со студией Со своей собственной Трактор Ну, вот сегодня после еще... Маленький такой Ну, после эфира сегодня Куда поедете? На тракторе? Не, ну, несколько дней в Москве мы точно побудем Вот, а потом посмотрим Потому что книжка же выходит Вот, это сказка в стихах Там все такое прочее Сказка прямо в стихах? Да Давайте сейчас песню посмотрим Послушаем под мостом Что бы это ни значило Вот А потом поговорим о сказке Это интересно Ну, раз вы смеетесь Вы правильно сориентировались Это по названию Вот Ну, все-таки одну фразу То я про под мостом скажу Конечно Вот, потому что под мостом это писалось Не, ну, можно же, да? Да, конечно А ты уж неопытный Ну вот Значит, поскольку Я иногда люблю писать песни От имени отрицательных героев Или хотя бы от героев Которые, мне кажется, так Ну, не очень симпатичными Так Хочется над ним поприкалываться Вот Добавляйте жанр Жанра Жанровая песня Жанровая Это когда Ну, какая-то такая С театральным уклоном Да, совершенно верно Вот И здесь был замысел такой Поренизировать над людьми Которые вот Все себя там С косичками Там В бусах Там В заклепках В косухах Там В сапогах Там В чем-то еще Или там, не знаю Очень ярко окрашенное То есть Но мне казалось Что не всегда Это соответствует содержанию И, в общем, я решил написать песню Вот такого человека И вот Таким образом Над ними поприкалываться Вот И, как всегда Это Как почти всегда Это бывает В процессе песни Выяснилось Что, в общем-то Это классный парень Я полностью с ним солидарю Вообще Можно объявить? Ну, классный чувак Можно объявить? Да В живой стране Ефимович Шуточная Можно? Хорошо Видишь ли, милая Дело в том Что я живу теперь Под мостом Курю бычки Собираю бутылки И заплел косу Себе на затылке Чтобы распугивать Когда выходит Когда выходит Из берегов Мы вынуждены Смотреть на то Как трупы наших врагов Плывут туда Где должны сгореть И нет ни завтра Здесь ни вчера Неприняты клей Мои номера И день начинающийся С утра шумит волно Играет музыка Играет музыка Вдалеке И стилус Прутик В моей руке Рисует Лилии на песке Тебе одной Руины Руины Что справа Всегда горят И плохо пахнут Но радуют взгляд Как, впрочем, Любое пламя Или вода А те, что слева Всегда говорят О перспективах Пути назад И пахнут Как вешний сад Но не всегда И нет ни завтра Здесь ни вчера Неприняты клей Мои номера И день начинающийся С утра шумит волной Играет музыка Вдалеке И стилус Прутик В моей руке Рисует Лилии на песке Тебе одной Живая стуна Браво, Ефимович Олег Прямо студенчество Автостоп Куда-то на моря На юга И совершенно не страшно Еще тебя в этой фуре Погрела Духом Да-да-да Фуре в этой И тебе и накормят И напоят И спать положат И абсолютно все безопасно Это действительно так Автостоп Это мое второе имя Абсолютно Никаких Вот Никаких Опасных ситуаций Не было Хотя передвигались Там естественно И ночами И все И маленькими группками По два человека А потом уже там Встречались Где-нибудь там На точке Да? Было же такое? Было, конечно Вы знаете Несмотря на то Друзья Что Олег Впервые На радио шансон И аж там вот Выстрелил С Есениным В 15-16 Годах Еще 4 альбома Целых вышло уже Да? Это же вообще Вон у меня написано 4 альбома Альбома сборника Здесь И чтобы это Да, вот я только хотел добавить Это скорее сборники Понимаете У нас же история такая Музыкально-блогерская Ага И мы Это Для того, чтобы канал работал Нужно раз в месяц Выложить один трек А лучше два И происходит это вообще-то так Это какая-то Немного другая жизнь Это даже раскрученные люди делают То есть какая-то новая песня Они ее растут Да, как она, значит Пошуршит там И там дальше понятно Понравилось, не понравилось Что там дальше делать Вокруг нее крутиться Вертеться Или ну и нафиг Или отложить До лучших времен Нет, просто здесь так Я так подумала 4 альбома Это так Предположим Даже если альбом По 12 песен Думаю Ну вот это Мощь Не, ну каталог Сейчас чуть больше 200 треков у нас Ого Серьезно? Да Отлично Так вот книга Сказка Музыкальная Это что? Она не музыкальная Она сказка Но к ней я пишу еще Песенки главных героев Сейчас Ну значит она Я вспомнил Я вспомнил Я вспомнил Алису В стране чудес Помните А так ты дружок В этом-то все и дело Да нет А сколько была Остров Салькрок Какая была Прекрасная пластинка Нет, раньше-то я Я выросла на пластинках Вот на сказках На этих У меня папа озвучивал Половину вот всех этих Детских сказок И так далее Да, я дочь Здорово Я дочь народного артиста Вполне возможно Вы тоже слушали эти песни Скорее всего Эти сказки Может они и вдохновили В конце концов Да-да-да И кстати на самом деле Очень сейчас как-то вот Даже я нуждаюсь в том Чтобы вот какие-то сказки Появились именно на На виниле Такие детские Этого нет? Может быть Может быть и будет? К сожалению детской Не получилось Я вообще-то старался Там вот как-то вот Помягче так Но не выходит пока Я тренируюсь Нет, к сожалению нет Правда к сожалению Потому что для детей Надо уметь писать Да Вот И это очень непросто Я вообще вот За всю вот свою Вот эту практику У меня есть только Одна очень короткая песенка Но я ее сейчас не буду петь Но она у меня все-таки есть Там А это такая взрослая сказка Такая с намеком На злобу дня Там с какими-то подтекстами Да-да-да Ну там про Эмелю Там про то, что с ним было дальше Ну типа как у Филатова Стрелец молодец Ну в общем да Я надеюсь, что это та же самая традиция То есть такая ироничная Я правда не знаю, кто сейчас Может выдержать целый час Такого текста стихотворного То есть найдутся такие люди Нет, почему У меня полтора часа Мой чтецкий спектакль И очень люди сейчас ходят И очень любят это все дело Сейчас это возвращается Такое же Потому что музыки Слишком уже много И я пять лет уже Читаю Рассказать Ксении Драгунской Вот Я уверяю, что Если песка-то в стишках То есть тоже с удовольствием Есть хорошие места С этими Для литературных вечеров И так далее И люди это очень любят Это правда И это очень здорово А если с подтекстами? А если с подтекстами Побегут Побегут Мы еще не прощаемся Но песня называется Прощальная Да Угу Не мани меня Не кляни меня Не готовь меня Ничего К обеду Все равно По утру Накануне дня Я уеду, мой друг Уеду В океане степи Где песок Где пыль То лежат То куда-то Мчатся Чтобы пахнуть полы Там растет Аковы Для того Чтобы качаться А в начале Дороги Всегда Крест И полит она Жарким окон Но везде Кроме этих Пустынных мест Одиноко мне Одиноко Там 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 Плечет Искрится Дон 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 Тихая Речка Пой 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 Душа Моя Птица Тай 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 Жизнь Моя Свечка Моя Прок Прок Он Так уж вышла, дорога моя Что по ночам мне то псы, то вороны сняться Ох, и долго со страху я выл кричал А теперь вот устал бояться И пускай осталось мне только треть Но какая зато без боли И нигде теперь меня не запереть Только разве что в этом поле Там, о-там, о-там, плечи трескориться Дон, 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 тихая речка Пой, 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 душа моя птица Тай, 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 жизнь моя свечка Дон, 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 дон Живая струна Ефимович сегодня в гостях Впервые на радио шансон И, разумеется, в живой стране А вообще концерты бывают или только онлайн-то Пардон Или только вот онлайн такие вот истории Ну, все это время принципиально Я считал, что мы студийный проект Поскольку мы это Еще и работаем Вот И все такое прочее Вот Но Что-то в последнее время Как-то нас Начали приглашать В разные места И Мы Как Начали потихонечку Все-таки выступать А состав вот вы с сыном, да? Или еще кто-то у вас есть Если, например, концерт Или вот вы Ну, вот постоянно Постоянно мы с сыном Но вообще-то мы готовились К более такому Серьезному составу В общем-то И сейчас песни играем Вот из этой программы Которая была подготовлена Ну, вообще такая Вот Вот это, например, песня Прямо напрашивается Ансамбль Ну, мне кажется, он и в других тоже Так не помешал Хотя очень хорошо звучит И Владислав и Олег А Владислав сын Олег Если вы только что к нам присутите Можно? Слушатели просто спрашивают Олег, вы самоучка Или у вас есть музыкальное образование Елена Краснодар Краснодар с нами? Да, у меня Три неполных класса На баяне, в общем-то Но Поскольку эта история Закончилась Когда я учился В четвертом классе Вот То я не знаю Можно считать Что у меня есть образование Или нет? Ну, я думаю, азы Азы как раз Первый, второй, третий класс Имеется в виду Как-то не странно Какие-то воспоминания У меня остались Так довольно-таки смутные Но они же есть все-таки Гармония Она дырочку везде найдет Да Так, художники Если еще петься, давайте петься То мы еще не успеем Да, хорошо Вот И все-таки одно предложение Как всегда Конечно, обязательно Художники Вот Мне бы хотелось, чтобы Вы представили Что это на самом деле Один человек Но у него три судьбы И они вот Взаимодействуют Вот таким образом В тот час, когда никто не ждет Хороших новостей Я был художником Рожден, готовым в темноте Дарить свой свет Нести свой крест Мне было суждено Стать добрым духом этих мест И разумом их Но С годами стал я сознавать Что как-то не горю Что не люблю я рисовать А также петь и танцевать Зато умею продавать И складно говорю Мне ни придумать, ни родить Ни слог, ни звук, ни лик Но я способен убедить Любого, что велик И вот я вырос и не жду Ни музы, ни суда И за собой уже веду Народы как стада К чему мне доля или часть С услуг живым кивком Мне все предоставляет власть Бесчетно целиком Но буду честен до конца Без ложного стыда Мне два нелепых наглеца Мешают иногда И вроде померли давно Зарытые сожжены Я лично убедился Но по-прежнему слышны Один писал на злобу дня Другой на доброту Один про гадкого меня Другой про красоту Один был шумен Знаменит, известен как изгой Но до сих пор струна звенит И тихо крошит за грани У черных стен и черных плит Когда звучит другой И первый сгибал не за грош Приняв неравный бой Но был по-своему хорош И был самим собой Второй неслышный был убит обманом и молвой Зато теперь, увы, гремит повсюду как живой Я их обоих не люблю За спесью к тюрьму И позабыть о них велю народу своему Ведь я художник оброжден Я знаю, что к чему Я прям в недоумении Не знаю, чего делать Я думаю, что если прям сразу начнут петь То мы вот уложимся, да? Мне так кажется, да? Я просто здесь очень по времени В рамочках Давай сразу Давай сразу И февраль То, что будет через два месяца У нас Февраль изменчив Он и слякоть И морозы Неделю вьюжил А теперь Иная блажь Завыл Заныл И вот Закапывает В слезы Вы без того уже Безрадостный Пейзаж Пейзаж В окно Мне видно Как Размеренно И бойко Машины движутся Живыми Притворяясь Гремит И чавкает Настойчивая Стройка Со льдом и снегом Перемешивая Грязь Но есть Иное в нем Дыхание И движение Едва Заметный Жаркий шепот Робкий свет Чего-то милого Незримое Кружение Быть может Музыки А может быть И нет Музыки Музыки Олег Шаранданов Правильно В Правильно. Правильно. И его сын Владислав, все вместе. Это проект Ефимыч. Если вы только что к нам присоединились, вы опоздали. Но есть еще одна песня, которую, естественно, исполнят. Ну, а я в этом месте прощаюсь на целую неделю. До следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных. Юль, салют. С вас в песне и удачи вам. Что-то начал я, дружок, тосковать. Да настолько, что порой не стерпеть. А лечить-то как? Взять, станцевать? Или, может быть, спеть? Уж не знаю, в каком там ранге, На какой далекой вершине. Но ведь должен где-то жить мой ангел. И прошу я его, помоги мне. Знаю, знаю, что по делам Приколочены мы к земле. Но ты все же взмахани королом, Чтобы стало повеселей. Что-то стало меня, брат, Не хватать. На полтысячи задуманных дел. А как лягу, так боюсь не встать. Видно, что-то я проглядел. Уж не знаю, в каком там месте Повернул я не туда, где счастье. Может, надо было больше чести, А может, надо было меньше власти. А может, где-нибудь у реки, Где звенит соловинный хор, И ромашки да васильки Ждут меня до сих пор. Уж не знаю, в каком там ранге, На какой далекой вершине, Но ведь должен где-то жить мой ангел. И прошу я его, подскажи мне, Где-то возле какой-то реки Все звенит соловинный хор, И ромашки да васильки Ждут меня до сих пор. Живая страна Живая страна Редактор субтитров А.Семкин